всем добрый день здравствуйте мы с вами начинаем заседание клуба с авторское чтение сегодня у нас 6 июня 2024 года на часах 4 часа дня и сегодняшняя тема встречи театр как тех учений и развития опыт работы с подростками надо сказать что наш клуб с авторское чтение это не цикл мероприятий которые существуют в рамках такого масштабного направления наук в публикациях у нас есть и другие мероприятия с которыми вы можете ознакомиться либо на портале психологических изданий либо на сайте московского государственного психологического университета общее общее направление мероприятия называется наука в публикациях а наш цикл называется клуб с авторское чтение меня зовут евгений шведовский моя коллега которая будет сегодня со мной вести дебютировать его в качестве ведущего зовут анна владимировна шихорина и сегодня у нас в гостях сегодня у нас в гостях ольга витальевна рубцова кандидат психологических наук руководитель центра междисциплинарных исследований современного детства мгпп и поскакалова татьяна анатольевна научный сотрудник этого же центра междисциплинарных исследований современного детства мгпп и так как тема сегодняшней беседы связано с я осмелюсь предположить визуальным до искусством тем что связано с нашим зрительным каналом восприятия вот коллеги подготовили серию серию видео и до того как мы коллегам предоставим слово мы хотели бы запустить первый видеофайл анна владимировна пожалуйста запустить первое видео в 2019 году в московском государственном психологическом университете стартовал уникальный научно-исследовательский проект мультимедиатеатр государственном психологопедагогическом университете стартовал уникальный научно-исследовательский проект мультимедиатеатр основная цель проекта показать что одним из перспективных средств развития и обучения современных подростков может стать школьный театр как известно подростковый возраст является одним из самых сложных в контексте обучения. Мотивация падает, появляется агрессия, возникают конфликты с учителями. Все эти явления часто связаны с тем, что подросткам неинтересно учиться. Традиционные формы организации урока не позволяют вовлечь их в учебную деятельность. И тут на помощь может прийти школьный театр. В подростковом возрасте на первый план выходят так называемые социальные мотивы. Мотивы, связанные с нахождением своего места в группе, мотивы, связанные с построением собственной идентичности. И подростку принципиально важно выразить себя, проявиться, преодолеть себя в каких-то ситуациях. И если мы хотим вовлечь подростка в учебный процесс, нам не нужно рассказывать ему про то, как важно учиться, про то, как это здорово, полезно, как это потом пригодится в жизни. Это все не работает. А нам нужно дать ему в процессе обучения такие формы, в которые ему бы захотелось включиться. То есть в этих формах он должен не просто приобретать новое знание или новые навыки, а в этих формах обучения и взаимодействия он должен решать свои возрастные задачи. Как показывает мировая практика, театр позволяет решать широкий круг задач, связанных с развитием, обучением и социализацией подростков. В таких странах, как Англия, Австралия, Исландия, театральная деятельность входит в основную часть общеобразовательной программы. В России применение театра в педагогической практике весьма ограничено и осуществляется преимущественно в системе дополнительного образования. Именно поэтому главная цель команды из МГППУ – разработка модели школьного театра, которую педагоги смогут использовать в практике российских школ. Сама по себе форма театральной деятельности, когда подростку предлагаются разные роли, разные формы взаимодействия внутри работы над постановкой, она вовлекает. А там уже мы можем вкладывать внутрь этой формы то содержание, которое нам нужно. Мультимедиатеатр – это открытое пространство для экспериментирования, где ученики могут попробовать себя в роли актеров и сценаристов, режиссеров и художников, операторов и монтажеров. Здесь подростки могут общаться со сверстниками, принимать самостоятельные решения и нести ответственность за их последствия. Такая среда позволяет подросткам не только приобретать знания, но и искать ответы на ключевые вопросы возраста – кто я и каково мое место в обществе. Мультимедиатеатр – это не просто театр, где есть разнообразные синтетические искусства. Это проект, который помогает детям учиться мыслить, мыслить и чувствовать и выражать свои способности и экспериментировать. Мы создаем возможность пробовать разные роли. И так как ребята раскрываются, это просто удивительно. Нет такого, что я пишу сценарий или я что-то делаю. Я помогаю им. Сценарий, грим, костюм, сценография – все-все-все от и до. Операторская деятельность, режиссеры монтажа – это все делают они. От начала и до конца. Да, мы помогаем, я что-то объясняю, но это все их замысел. И наши замыслы встречаются. С 2019 по 2021 год в проекте «Мультимедиатеатр» приняли участие более 300 подростков из нескольких школ Москвы и Подмосковья. Всего за несколько месяцев учащиеся седьмых и восьмых классов написали собственные сценарии, сняли видеосюжеты, поставили спектакли. В основу сюжетов легли личные впечатления подростков от литературных произведений из школьной программы, взаимоотношения с одноклассниками и родителями, размышления о своем месте в жизни. В одной из школ в центре внимания оказалось переживание подростками опыта пандемии и чувства героев во время самоизоляции. Работа над сценарием и подготовкой спектакля проходила под руководством опытных специалистов – педагогов, психологов, профессиональных режиссеров. Многим участникам полученный опыт помог по-новому взглянуть как на себя, так и на своих одноклассников, а кому-то даже помог обрести мотивацию к учебе. У меня буря эмоций, потому что мне очень понравилось участвовать в этом проекте, мне понравилась командная работа, все было замечательно, мне очень понравилось. Это занятие помогло мне лучше понимать литературу, и я стал лучше читать. Я очень многое узнала о наших актерах. Если честно, раньше я думала, что они просто закрытые люди, и как-то я даже с ними не могла найти общий язык. Сейчас я поняла, что они очень разносторонние люди, и у них очень большой актерский талант. Мне очень понравилось участие, потому что наш класс сплотился, мы стали более дружны, у нас стали более крепкие, теплые отношения, мы стали друг к другу относиться лучше. Специалисты из МГППУ надеются, что разработанная ими модель мультимедиатеатра сможет стать частью педагогической практики в российских школах. И, похоже, школьные учителя и психологи будут готовы поддержать эту инициативу. У меня довольно хорошее впечатление от этого проекта. В первую очередь я увидел поведенческие изменения, которые есть у ребят. Те, кто раньше чувствовали себя довольно изолированными или имели низкие показатели социализации, они сейчас уже смогли включиться в какую-то команду, начать взаимодействовать открыто как с ребятами внутри класса, так и с ребятами вообще в целом в школе. Поэтому мне кажется, что этот проект был довольно положительный и успешный для них. Те ребятки, которые проявляют себя как-то замкнуто, может быть, не со всеми общаются, кого-то, может быть, даже обижают одноклассники, они вот здесь вообще не проявили никакого стеснения, но проявили какие-то свои скрытые таланты, возможности. Результат превзошел все ожидания, конечно. Работа по разработке и апробации модели будет продолжена в предстоящем учебном году. Ольга Витальевна, Татьяна Анатольевна, здравствуйте. Во-первых, еще раз вам не дали поздороваться со слушателями. Кто из вас начнет, пожалуйста, кто из вас начнет раскрывать тайны того, что же такое театр с точки зрения технологии обучения подростков? Вот, пожалуйста, вам слово. Да, важный момент, коллеги, если те кто нас смотрит, если у вас есть вопросы, вы можете задавать их во вкладке «Вопросы», которая расположена рядом с кнопкой чата, и, значит, на эти вопросы сегодняшние докладчики смогут ответить либо устно, либо письменно, и также вы можете задавать вопросы в чате, это менее удобно, но тоже приемлемо. Те, кто нас смотрит во Вконтакте, я думаю, что тоже в комментариях можно задавать вопросы, но я не уверен, что мы сейчас можем успеть за этим следить, но, по крайней мере, мы сможем передать те вопросы, которые вы задаете Вконтакте, нашим сегодняшним докладчикам. Пожалуйста, коллеги, вам слово. Спасибо. Я умолкаю. Спасибо большое, Евгений Феликсович. В первую очередь хотелось бы поблагодарить за приглашение, за возможность принять участие в сегодняшней дискуссии и поприветствовать наших зрителей, и действительно всех пригласить к такому живому общению, к диалогу, потому что нам сегодня очень хотелось сделать еще максимально неформальный, живой, и действительно как-то пообщаться, поговорить о том, что же такое школьный театр. Я приготовила презентацию, мы с коллегой приготовили презентацию, видеоролики, которые мы покажем по ходу этой встречи. Но начать я, наверное, хотела бы с того, что лично для меня школьный театр и вообще подростковый театр, это была очень такая личная история, связанная с моей поездкой в Англию, в университет Оксфорда, где я была приглашенным исследователем на протяжении одного года. В принципе, меня как-то давно интересовал подростковый возраст, проблемы подросткового развития, и вот там я впервые увидела, как работает театр, предназначенный для подростков с тяжелым социальным бэкграундом, так их там называют. Это подростки, которые пережили насилие, подростки из неблагополучных семей, подростки с девиантным поведением. То есть, по сути, это довольно большая группа учащихся средней и старшей школы, которые по разным причинам не могли учиться в школе, не могли продолжать обучение. И вот в качестве альтернативы государство предлагало им быть задействованными в театре. Для этого было построено специальное здание, где они работали над постановками. И вот мы видели некоторые из этих постановок, некоторые из этих сценариев. У меня это произвело большое впечатление. И вот когда я вернулась, как раз так сложилось, что мы познакомились с Татьяной Анатольевной. Позднее к нам присоединилась замечательная режиссер Алиса Соловьева, которую вы видели в видеоролике. Она режиссер и актриса московских театров. И вот, собственно, так и сложилась идея попробовать сделать что-то свое. То есть попробовать посмотреть на международный опыт применения театра, посмотреть на то, какие театральные практики существуют в России, и разработать что-то свое, именно предназначенное для подростков, для подростковой аудитории. И вот я, наверное, сейчас начну как раз таки трансляцию своей презентации. Собственно, вот почему подростки? Почему нас интересовала тема подросткового развития? Так, скажите мне, пожалуйста, видно ли презентацию, все ли работает? Да, все видно, спасибо. Чудесно. Дело в том, что... Так, вот он, первый слайд. Дело в том, что вообще, когда мы говорим о подростках, о подростковой аудитории, то, к сожалению, в России нужно понимать, что мы занимаем одно из первых мест в мире по подростковым суицидам и вообще по разным проблемам, которые связаны с подростковым развитием и социализацией. Из года в год разные организации выпускают довольно пугающие цифры. Ну, вот, например, да, про СОНФ 72% детей говорят о том, что им не нравится учиться в школе. Больше половины детей сообщают, что сталкиваются с буллингом. 34% не чувствуют себя безопасно. И фактически вот то, что мы имели там на начало 2020-го, каждый третий подросток покидал школу, проучившись только 9 лет. Почему вообще это происходит, да, то есть вот вопросы, которые возникают, почему, в чем причина падения вот учебной мотивации, отсутствия вовлеченности в учебный процесс. Ведь если эти задачи мы не решаем, не решаем их в школе, да, не решаем их в образовательных организациях, то именно это приводит к формированию подростковых рисков. И это и отклоняющиеся, и суицидальное, и аутоагрессивное, и зависимое поведение. То есть, в принципе, весь вот этот клубок ком проблем, которые потом приходится как-то распутывать уже психологам, да, и, возможно, даже криминалистам впоследствии, это те проблемы, которые начинаются в школе. И вот мы, как психологи, как педагоги, стали разбираться, вот какие формы работы превалируют в школе, что предлагается подросткам, почему они настолько не заинтересованы. И мы пришли к выводу, что в основном, вот в большинстве случаев, если брать, да, вот среднестатистическую школу, предлагаемые формы учебной деятельности либо вовсе не учитывают, либо очень слабо учитывают возрастные особенности подростков. То есть, вот даже если посмотреть на устройство классов, да, вот доска, парты, оно ведь не меняется от первого к, там, последнему, десятому, одиннадцатому классу. И вот возрастные особенности, которые для подросткового возраста крайне важны, потому что это возраст социализации, это возраст врастания ребенка в культуру, вхождение в социум, в социальную группу. И если возрастные особенности не учитываются, то как раз-таки ребенок будет давать отказ вот на обучение, на учебу как таковую, потому что в этом возрасте учебные мотивы отступают на второй план. На первое место выходят мотивы социальные. И также мотивы, связанные с самоопределением, построением собственной идентичности. И вот есть такая замечательная потребность, о которой сегодня все чаще говорят, потребность в ролевом экспериментировании. Что же это вообще такое? Вот говоря о подростках и принимая во внимание центральное новообразование этого возраста, развитие самосознания, рефлексии, становление понятийного мышления, очень важно понимать, что подростку необходимо некое пространство пробности, где он экспериментирует, пробует, становится автором собственного действия. Об этом, собственно, многие авторы отечественные писали. Но как бы там ни было, вот при наличии большого количества литературы на эту тему, в реальной практике школ практически отсутствуют конкретные методы и модели организации вот этой самой подростковой пробы, культурной организации. То есть организации, например, на базе образовательной организации, школьного пространства. И вот мировая практика показывает, что такой площадкой может быть театр. Театр, который создает вот это самое пространство пробности, пространство подросткового эксперимента. Дело в том, что вот если посмотреть на мировой опыт, то мы увидим, что сама идея применения театра или драмы, чаще там используется в англоязычном дискурсе термин «драма», эта идея не новая. И много где, включая и Запад, и Восток, театр применяется уже многие годы. Причем, вот как вы видите на этом слайде, существует большое количество направлений театра в образовании. Вот об этом, если будет интересно, может поподробнее рассказать как раз Татьяна Анатольевна, потому что это тема, в которую она очень глубоко вошла. То есть различные направления театра и различные драмотехники, включая, например, форумный театр, используются для решения различных задач. Ну вот, в частности, идет речь о каком-нибудь конфликте внутри класса, о ситуации буллинга, о какой-то ситуации, где, например, в классе конфликт различных групп с этническим бэкграундом разным. И вот как раз для этого можно применять определенные театральные техники. И вот этот опыт зарубежный, он очень интересный, мы его описывали, изучали, и мы увидели, что в практике российских школ такого опыта не было. Не менее интересно, что в последние годы в разных странах идея использования театра постепенно стала связываться с вот этой идеей о непрерывном всестороннем развитии, когда предполагается, что целью образовательного процесса является не только приобретение каких-то предметных знаний, но прежде всего в целом развитие личности обучающихся, формирование целостного мировоззрения, повышение уровня психологического благополучия, формирование так называемых компетенций 21 века. И вот очень интересно, что театр как бы интегрирует разные виды практик, разные виды искусства и разные виды предметов. То есть вот в практике школ, если брать там, например, ту же Англию, Канаду, Америку, театр применяется не только, например, на уроках литературы или там иностранного языка, а он может интегрировать разные предметы, и не только гуманитарного цикла, но и, например, биологию, географию, даже химию. И вот это вот очень интересно. Мы стали изучать, а что же происходит у нас, вот в наших школах. Ведь дело в том, что в последние годы очень много говорится о возможностях применения театра. Более того, на самом высоком уровне была составлена так называемая дорожная карта, согласно которой уже к этому, вот 24-му году, в каждой школе России должен был быть создан детский театр. И проблема как раз вот уперлась в то, что очень мало конкретных инструментов, а как делать-то вот такой театр, как делать подростковый театр, как делать детский театр, как с помощью театра решать разные педагогические, образовательные, учебные, психологические задачи. И вот мы стали изучать, что есть. И мы увидели, что первое, что характерно именно для России, театр рассматривается исключительно в контексте дополнительного образования, то есть обычно он выносится во внеурочное время. И если ты говоришь педагогу, что вот, а можно мы на ваших уроках попробуем театральную деятельность, то обычно педагог говорит, ой, да нет, ну что вы, нам надо к ЕГЭ готовиться, у нас времени нет на театр. То есть в сознании наших педагогов театр – это вот что-то развлекательное и далекое вообще от образовательного процесса. Второе, что мы обнаружили, это то, что занятия театром чаще всего сводятся к разыгрыванию определенного сюжета. То есть педагог, например, учитель литературы или иностранного языка выбирает некий спектакль, некую тему, приносит сценарий, распределяет роли, говорит, ты будешь играть этого, ты этого, ты этого, я вам поставлю оценку за участие в спектакле. И вот, посмотрите, такой театр, он существенно сужает педагогический развивающий потенциал театра в образовании. То есть, да, конечно, какая-то постановка будет на выходе. Да, конечно, подростки, наверное, включатся, потому что разыгрывание ролей им понравится больше, чем какие-то обычные фронтальные методы обучения. Но, тем не менее, все равно в этом случае никакой площадки для экспериментирования не возникнет. Это все равно будет репродуктивная технология обучения, где подростки будут воспроизводить то, что им предложит педагог. И вот с этого момента, на самом деле, уже вот с конца, где-то с начала 19-го года, мы начали работать над собственной моделью школьного театра, которая бы как раз-таки была основана на вот этой идее эксперимента, пробы для подростков. И за эти годы было реализовано 4 проекта. Вот название представлено на слайдах, я не буду зачитывать. Ну вот огромным, конечно, таким успехом для нас был 22-й год, когда разработанная нами модель вошла в топ-100 лучших идей форума «Сильные идеи для нового времени». Была поддержана большим количеством экспертов. Что же здесь вот хочется сказать? Что мы делали в рамках этих проектов? А мы пытались понять, каким образом вот эта разработанная нами модель, мы назвали ее «Мультимедиатеатр», потому что там активно используются разные цифровые технологии. Мы пытались посмотреть, на какие она может влиять параметры. Мы смотрели метапредметные компетенции, предметные результаты и общую академическую успеваемость, смотрели на воспитание. И вот в этом году, вот только-только закончился проект, мы изучали возможности преодоления рисков подросткового возраста в условиях театральной деятельности. И вы знаете, вот на самом деле работа была проделана очень большая. За эти годы мы провели более 175 театральных сессий, и в апробации в общей сложности приняло участие более 270 подростков, даже, наверное, сейчас уже больше. И результаты, которые мы получили, они действительно впечатляющие. Я не буду сегодня вас пугать всякими страшными графиками, мне кажется, это сегодня совершенно не нужно. Но вот вы можете поверить на слово, поскольку мы неоднократно это всё подтверждали именно количественными и качественными методами оценки. Вы знаете, во всех проектах удалось показать существенное улучшение показателей в группах подростков, которые принимали участие в экспериментах. Увеличивались, да, то есть улучшались показатели коммуникации, организаторских способностей, способностей к целеполаганию, уровень рефлексии. Существенно возрастал уровень мотивации и вовлечённости в учебный процесс, а также уровень сплочённости группы. При этом снижались такие негативные явления, как буллинг, межличностные конфликты и внутриличностные конфликты. Сегодня даже вот мы расскажем о некоторых кейсах, особенно ярких, в частности вот о преодолении такой ситуации жёсткого буллинга в одной из школ. И, собственно, вот основной вопрос, как и почему это работает, то есть что такого происходит вот в этой театральной деятельности, что подростки дают такой отклик, почему такие действительно удивительные результаты. И вот ответ на этот вопрос, он связан с тем, как мы полагаем, что мы рассматриваем театр не как репродуктивную деятельность, не как постановку какого-то спектакля и вот просто разыгрывание ролей, но для нас это особая коммуникативно-деятельностная среда, где подростки могут экспериментировать, совершать вот ту самую социально-психологическую пробу с ролями, с позициями, с отношениями, собственным образом я. То есть вот они там могут решать те самые возрастные задачи, которые для них являются ключевыми. В нашем театре мы делаем акцент не только на самой постановке, то есть да, конечно, мы стараемся выйти на максимально профессиональный продукт, который можно показывать на сцене и не только на школьной. Но для нас самым важным является сам процесс. И вот в этом процессе мы вовлекаем участников в огромное количество разных видов деятельности. То есть это целая богатая палитра разных видов деятельности, в которые наши ученики вовлекаются и вступают. И важный очень такой момент. Мы, выражаясь терминами Льва Семеновича Выгодского, работаем в зоне ближайшего развития. То есть мы как бы задаем границы развивающего пространства, развивающей ситуации и для конкретных учеников, и для конкретного класса. То есть мы не просто приходим в каждый класс с одним и тем же предложением, одним и тем же сценарием. Нет. Мы сначала проводим большую работу, мы интервьюируем учителей, психологов, администрацию. Мы выясняем, на что есть вопрос в конкретной школе. И потом мы работаем уже с конкретными детьми, с конкретными классами, выясняем, есть ли какие-то пожелания со стороны педагогов. Например, где-то там классы достаточно сплоченные и хочется просто повысить уровень, например, мотивации или уровень успеваемости. Где-то наоборот, очень конфликтные классы. И нас в первую очередь просят попробовать именно обратить внимание на преодоление конфликтов. То есть мы всегда работаем с конкретной школой, с конкретным классом и, в конце концов, с конкретными подростками. И вот что очень важно, вот про это Татьяна Анатольевна сейчас будет более подробно рассказывать, что мы даем возможность подростку включиться в те виды деятельности, которые ему интересны. То есть не хочет подросток быть актером, пожалуйста, мы не настаиваем. Мы предлагаем богатую палитру. Все от замысла постановки до спецэффектов, макияжа, света, все это делают подростки. То есть это их продукт. Мы присутствуем, помогаем организовать групповую работу. Мы можем что-то подсказать, направить. Мы можем научить. Мы вот учим, приглашаем специалистов, которые учат подростков разным навыкам. Например, навыкам мультипликации, навыкам съемки. Но при этом как бы вот инициатива всегда исходит от самих подростков. И в этом они чувствуют свою свободу. Это очень важно. И вот еще один момент, почему, как нам кажется, это работает, это потому, что кардинально меняется роль учителя в этом процессе. Ну тут банальная вещь, мне кажется, которую все знают, это то, что подростки не выносят никакого давления, никакого авторитарного стиля. И, в общем-то, это возраст отрицания авторитетов. И вот как раз-таки вот в такой ситуации, в ситуации работы над постановкой, учитель занимает совершенно другую роль. он из такого вот ментора, если хотите, превращается в со-автора, со-участника вот этой театральной деятельности. И совершенно сразу, да, вот меняется вся система вот этих ролей, отношений, взаимодействий ученик-учитель и, соответственно, ученик-ученик. И вот в этом новом пространстве начинается уже творческая деятельность по постановке, да, по подготовке некоторого такого вот театрального продукта. Я на этом остановлюсь и передам слово Татьяне Анатольевне. Буду рада ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, пишите в чат. Татьяна Анатольевна, тогда вы продолжите. Здравствуйте. Ну, так как мы остановились на теме роли учителя, фасилитатора, я немножко поясню, что на самом деле эта идея не нова. И еще Агусте Буаль в такой своей технике форумного театра использовал роль Джокера, он это называл, который именно поддерживал связь происходящего на сцене с публикой, сидящей в зале. И публика могла спокойно выходить на сцену, а он поддерживал диалог, задавал вовремя острые вопросы и выстраивал, как шел, сразу выстраивался сценарий и сразу сформировался спектакль. Это вот просто одна из техник. Вторая техника. Нужно обратиться, наверное, к 1975 году, к Нью-Йорку. Там был создан театр, так называемый Blackback театр, где уже профессиональные актеры, подхватывая идеи с зала, могли мгновенно импровизировать сценки, какие-то сценки, этюды на сцене, которые вызывали дальнейшую дискуссию. Поэтому роль достаточно сложная у учителя, фасилитатора. И, наверное, на нее более подходит педагог, конечно же, психолог и социальный педагог. Потому что детки, которые находятся в группах, с которыми мы работаем, абсолютно разные. И, наверное, только социальный педагог знает подноготную их социальную ситуацию развития, их проблемы потенциальные или фактические, с которыми мы сталкиваемся, потому что во многом деятельность наша является терапевтической. И хотя мы не играем роль терапевтов, мы не имеем на это права ни у педагогов, ни у нас соответствующего образования, но порой мы вытаскиваем внутренние травмы, проблемы, и как-то нужно с ними работать, встраивать реакции таких детей или объяснять другим детям, почему у некоторых детей на одни и те же вопросы или ситуации совершенно различные реакции иногда даже бывают некорректными. Поэтому работа такая очень наполнена стрессом. И обычные учителя литературы, когда видят, как работает группа, они вдохновляются с одной точки зрения, а с другой стороны говорят, что, конечно же, это особые навыки нужно иметь. И ввиду этого как раз мы планируем выпустить пособие, такую вот тоже дорожную карту, рекомендации, может быть, методические, может быть, возможно, и уже готовые идеи сценариев и с подборкой определенных упражнений, часть о которых, наверное, сегодня затрону, для того, чтобы раскрыть именно суть наших действий в рамках этого театра. Прежде всего, на что я хотела обратить внимание, а тут уже был вопрос, почему мы акцентируем внимание именно на процессе подготовки, а не столько на финальном результате, хотя школа и педагоги впечатляются, конечно, конечным результатом, если он красиво сыгран, и дети как-то себя проявили. Но для нас важна именно методическая часть подготовки, потому что зачастую дети не представляют, не имеют представления никакого о групповой дискуссии, что такое групповая рефлексия, вообще работы в группе, потому что они привыкли к фронтальной работе. Им очень сложно высказать свое мнение, они даже не знают, что оно у них существует. Вот, например, одно из упражнений, как можно какие-то вызвать ответные реакции у ребенка и включить его, даже если он ведет себя скромно, у нас есть такое упражнение, бронзовское движение, когда детки ходят по залу, ну, в зале обычно проходят занятия, свободно двигаются, выполняют какие-то команды, импровизируют. Ну, например, если ведущий говорит, пошел дождь или подул сильный ветер, они пытаются изобразить, как человек себя ощущает в таких вот погодных разных условиях, выполняют разные команды. Потом мы останавливаем действия, просим их собраться тройками, пятерками, семерками и обсудить какой-то вопрос. Ну, например, в чем я самый лучший? Или за что я люблю своего лучшего друга? Или моя самая большая неудача в школе? И очень часто, например, дети, они говорят, а я не знаю, кто я, я не знаю, что мне интересно. И поэтому, вот, отходя от одной группы к другой, мы пытаемся найти именно, что интересует ребенка, какой он, естественно, с положительной точки зрения. И самое главное, что окружающие сразу начинают включаться и оказывать поддержку такому ребенку, который вот даже не знает, кто он есть на самом деле. Также мы создаем огромное количество, ну, не огромное количество, но какие-то цифровые продукты, позволяем развиваться творческому мышлению, проявляться творческой инициативой. Про ролевое экспериментирование – это, естественно, потому что применяется этюдный метод, где подростки начинают вживаться в одни или другие роли, но этим не ограничивается. А главное, что мы никогда не настаиваем на какой-то определенной роли и не вешаем никакой, не знаю, не ставим никакой штамп, не используем никакие стереотипы. Например, дети, которые прекрасно могут читать стихи, не обязательно будут читать стихи в нашем сценарии. И наоборот, дети, которые не могут читать стихи, наоборот, получают возможность такой пробы, даже если с точки зрения педагогов и зрителей она вполне неудачна. Ну, тут и речь идет о том, чтобы именно предоставить возможность проявить себя и почувствовать себя ценным и сделать какой-то шаг какой-то новой деятельности, новый шаг новой деятельности. Также происходит развитие эмоционального интеллекта. Наверное, об этом подробнее будет показано в роликах. И что самое удивительное, наверное, учителя удивятся, что происходит проба профессиональная. Так вот у нас два положительных кейса в этом году. В этом году у нас случился лонгитюд в Каширской школе. И в результате работы двух лет у нас один ребенок определился, в том числе из-за проработанного материала на занятиях театром, что она готовится стать медсестрой. А второй ребенок утвердился в своем стремлении стать видео- и звукооператором. Он два года работал звукооператором, сводил нам всю мультимедиа, часть спектаклей. Первый раз было не очень удачно, а в этом году идеально, учитывая огромный поток видео и аудио элементов спектакля. Да, и как же мы делаем? Я бы разбила всю нашу работу над проектами на три части. Обычно в первой части дети не понимают, чем мы собираемся заниматься. Они воспринимают деятельность как игру, потому что у нее очень много игровых элементов, направленных на сплочение, прежде всего, группы. Это и актерское, и сценическое мастерство. Ну, например, всем очень понравилось в этом году упражнение спагетти, когда нужно выходить в центр круга и произносить с разными эмоциями, которые задает ведущий. Слово спагетти, то есть там разочарованное спагетти, счастливое, спагетти, получившее пятерку, двойку и так далее. Именно они почему-то в рефлексии и отзывах в конце проекта именно это упражнение упоминали. Значит, соответственно, вот такая работа с эмоциями, с непосредственными проявлениями им очень важна. Также это тренинги на стори-тейлинг. Это может быть придумывание историй по кругу или заданными, или ими выбранными словами, или по мотивам метафорических карт, которые им предлагаются. На метафорических картах, например, посвященных сказкам, можно увидеть какие-то взаимоотношения или сценки из жизни, и можно интерпретировать в своих этюдах или в своей истории. Это тоже очень помогает разбираться, например, в отношениях, в ситуациях, конфликтам, подросткам. А также смысловое чтение, так как сценарий как минимум нужно прочитать или рассказывать те материалы исторические, литературные, на которых будет выстраиваться на наш спектакль. Мы, конечно же, нужно ознакомиться. И, конечно, мы погружаемся обязательно в литературный мир, культурный мир, посещаем экскурсии или местные библиотеки, устраиваем какие-то игровые мероприятия, что где когда, или квиз-плиз, или... Господи, своя игра, забыла, как называют. Да, своя игра им очень понравилась, потому что они даже не... К тому моменту, например, в одном классе, когда мы проходили биографию Чехова, мы очень много ее постепенно обсуждали, фигуру этого человека, ее значимости в медицине, в литературе, и вообще в общественной жизни России в конце XIX века. Нам казалось, что много материала они усвоили, но самое основное усвоение, конечно, прошло, когда они играли, своя игра, и мы давали им подсказки. Вторым этапом всегда у нас идет уже, когда вырисовывается хотя бы каркас сценария и те идеи, которые мы хотим воплотить в нашем спектакле. Дети приходят в том числе со своими мыслями и идеями. Мы начинаем готовить мультимедийную ее часть, которая будет встроена в спектакль. Но если не будет встроена, то она остается в фондах школы для каких-то других целей. Прежде всего, конечно же, это написание. Дети пишут сами каркас сценария. Обычно мы соединяем несколько рассказов классических, например, какими-то идеями. В этом году мы соединяли «Беда Зощенко», Юшко Платонова, «Молодежь» Андреева и что-то из Чехова, не помню. Идеями Лихачева и идеями воспитания, разных стилей воспитания подростка и влияния этих стилей воспитания на личность подростка. Это как раз придумали наши две сценаристки, которые достаточно сложные подростки. Они не принимали участие ни в одном тренинге, но сидели, внимательно слушали и наблюдали за другими подростками. Им это было достаточно для своего личного прогресса. В том числе они достаточно интересно психологически устранили свои какие-то зажимы. Об этом потом подробнее я расскажу. Также мы на этом этапе, на творческом этапе, подбираем актерам не только основной состав обязательно и какой-то второй состав на случай болезни, чтобы у нас была такая гибкая работа. И подростки создают мультфильмы или видеоролики. Также происходит анализ и разбор персонажей. Для этого также помогает и разработка мультфильмов, съемка мультфильмов, потому что зачастую мультфильмы являются просто какими-то резюме или краткими высказываниями, которые ложатся в контекст спектакля и являются основными мыслями, посылами данного спектакля. Также изучаем, как можно собрать тот или иной образ на сцене. Вот, например, в этом году была большая дискуссия, как же нам представить лошадь. У нас были пробы на роль лошади в горе Позощенко. В общем, интересно было наблюдать, как рождаются вот эти образы в головах детей, потому что, чтобы изобразить животное, прежде всего, нужно обладать определенной наблюдательностью. Для того, чтобы научить эту наблюдательность, мы тоже задавали такие задания, чтобы перечислить все движущиеся объекты по дороге, которые ты видел, по дороге в школу в этот день, или наблюдать за птицами или за животными, просмотр видео, в общем, и так далее. Работа такая достаточно сложная для подростков, именно с точки зрения рефлексии и анализа, но они справляются. Так, следующий кадр. На завершающем этапе, конечно же, происходят репетиции, в течение которых какие-то идеи отметаются, какие-то идеи остаются, подкрепляются режиссерскими решениями. Например, в этом году в одном из спектаклей мы использовали 50 обычных коробок коричневых, которые... Спектакль был посвящен ВОВ и Великой Отечественной войне, и коробки символизировали баррикады какие-то, были частью подвалы, разрушенный город, блокаду Ленинграда. И подростки выстраивали эти баррикады, постоянно перемещали коробки в течение всего спектакля. И на самом деле, казалось бы, может быть, кажется, что это лишний элемент, на самом деле, очень много пришлось приложить усилий, чтобы делать работу, потому что нужно было выстраивать в разном порядке 50 коробок, на друга стены воздвигать, с проемами и так далее. И огромная часть времени ушло именно на дисциплину, что приходилось контролировать, потому что они не могли запомнить порядок своих действий, порядок действий соседа, чтобы синхронизироваться и смотрелось со стороны зрителя эффектно и органично. Такой элемент спектакля, такой режиссерский ход. Поэтому наш театр, он не только задерживается на изучение ролей, на изучение, выучивание слов, но также были дети, которые просто занимались какой-то двигательной активностью, но им это тоже давалось непросто, а в результате они отметили, что такой подход помогает осознать, что свои границы, чужие границы, заставляет, прежде всего, коммуницировать, потому что, конечно, о них каждый раз... Почему я так долго говорю? Потому что очень много заняло это времени, и на самом деле именно этот такой подход научил их взаимодействию, слаженной работе прежде всего, синхронной, слаженной работе. Ну, далее мы создаем костюмы и декорации, как обычно, выпускаем программки, сценарии, рисуем афиши. Что же является, собственно говоря, основными видами деятельности в рамках нашей работы на спектакле? Прежде всего, это какие-то... Чтобы подготовить, погружить атмосферу будущего спектакля, чтобы узнать... Потому что очень много... Подростки самостоятельно проводят исследовательские работы для погружения в эпоху, чтобы узнать лучше исторический контекст или культурный. Для этого мы создали целый набор, наверное, заданий, упражнений, выполняя которых они становятся все ближе к цели, и таким образом мы развиваем различные навыки и письменной, и устной речи, и метакогнитивной, и рефлексии. Вот, например, интересные задания были, которые они отметили. Это сочинение басни по мотивам рассказа Чехова «Враги». То есть задание было в том, что они оставили этот рассказ, нужно было погрузиться не только в героев, но и в тихотворной форме, подражая Крылову, передать суть содержания этого рассказа, басни. Конечно, им потребовалась помощь, но, например, как изобразить главных героев, они сообразили быстро сами и быстро анализировали конфликты, ну и передали сначала в тексте, просто в какой-то тихотовой форме, потом и редушировали, и уже составляли басню в стихотворной форме. Так же, как я говорила, их увлекают любые соревновательные элементы, которые можно также ввести в викторию, в различные игры, как своя игра интеллектуальная, что где когда, особенно впечатляет черный ящик. Кстати говоря, многие даже не знакомы с такими играми, что кажется для взрослых странно, не знают правила, но вот здесь прикасаются к таким интеллектуальным марафонам. Также мы предлагаем им аналитические различные способы, табличные способы анализа, прочитанные или добытые в просторах интернета информации. Предлагаем сравнить различные видео, постановки, съемки видео спектаклей прошедших лет для того, чтобы ближе познакомиться с главными героями или хотя бы узнать содержание того, что они планируют ставить. Так вот у нас, например, было с Гоголем. Дети плохо читают, особенно лонгриды, не мотивированы. И мы даже выяснили, что попросив их сравнить две постановки, по-моему, 54-го года и с Андреем Мироновым, ревизора Гоголя, выяснили, что оказывается они смотрят все на двойном ускорении и, собственно, не попадают даже в содержание, не усваивают содержание. А написание эпиграмм на главных героев ревизора как-то раз нам дало понять, что, собственно говоря, они даже интерпретируют главных героев неверно. Например, Городничий оказался положительным героем, который очень переживал за лужу у себя в городе. Так что такой вид работы, он еще во многом является и диагностическим, сразу видно слабые, сильные стороны, мотивы подростков, и исследовательским, и требует, конечно, серьезной обратной реакции педагогов. Все наши обычно занятия, мы заканчиваем рефлексией, групповой рефлексией, обсуждаем, что важно было сегодня, что возьмем с собой в завтрашний день. А также, вот, например, такие упражнения им нравятся. Начало, конечно, ставят их немножко в тупик, а потом начинают им нравиться. Когда мы говорим спасибо кому-то из группы и за что? Кому мы хотим сегодня сказать спасибо? Им приходится положительно, естественно, оценивать своих коллег. И со временем, если заняться занятие, формирует такой очень положительный образ одноклассников. И мы находим всегда, кому можно за что-то сказать спасибо. А также такое упражнение, как «Ай да я сегодня», «В чем я был хорош сегодня». Иногда им нечего сказать, они понимают провалы в своем поведении, в своей дисциплине, или, наоборот, подчеркивают какие-то, именно замечая свою динамику работы в таком проекте, динамику в межличностных отношениях, отношениях с друзьями, или замечают что-то положительное за соседом. Хотела остановиться на том, как у нас проходит обычное занятие. Сначала у нас происходит разогрев и настроение на работу. Так нужно, условно сказать, нужно включить мозги подросткам и настроить на контакт. Контакт в том числе, например, физический, потому что многие подростки просто боятся даже взять кого-то за руку, что удивительно. Предпочитаю, чтобы их даже телесного контакта никакого не было, что странно в рамках театральной деятельности. И вот, значит, первое, например, задание, которое мы даем, это пожать за одну минуту под музыку как можно большему количеству друзей, участников тренинга, руки. как можно большему количеству участников тренинга. И здесь сразу видно, кто с кем дрожит. Я почему говорю, что это деятельность такая терапевтическая и как раз диагностическая во многом. Сразу видны и все психологические моменты, и кружки по интересам, потому что пожать руку представителю какой-то другой группировки в классе очень сложно. Они обычно замыкаются, но мы все-таки наставим, чтобы охват был большой. Вот это вот такое одно одно из упражнений. Далее, конечно, у нас идут упражнения на основное явление зрительного контакта, например, личного контакта, на чувство партнера, как раз на сценическое движение, чтобы ни в коем случае не сталкиваться на сцене, на стори-теллинг, на развитие эмоционального интеллекта. Потом переходим, когда они уже немножко поняли, втянулись в театральную деятельность, начинаем разыгрывать этюды, даже для этого возможно брать какие-то отрывки из рассказов, две фразы и просить достроить, что было до, додумать и что стало после. Или продемонстрировать зачин конфликта и предложить в своей форме как-то продолжить, найти способы выхода из данного конфликта в такой театрализованной форме. Вот в этом году было интересно, что после таких занятий мы можем сделать вывод, что у семиклассников в основном конфликты с педагогами, и они всегда их разрешают тем, что педагоги идут навстречу, педагоги соглашаются с их условиями, там разрешают не писать самостоятельно или принести домашнее задание завтра, а у восьмиклассников в основном конфликты в области отношения с родителями и вообще с родственниками. И они нам не раз подтверждали, что вот в этом году в рамках одного из работ на данном из спектаклей как раз по Великой Отечественной войне нужно было собирать интервью, инструировать своих родственников, что они помнят о прошлом. Многие отказались работать, именно сказали, я о ком угодно, только ни к маме, ни к папе обращаться не буду, а все про информацию о ком угодно в интернете, только помогите. Сегодня мы можем сделать вывод о том, что у восьмиклассников, у наших это где-то 15 лет, основное такое напряженное отношение с родителями. И дальше в конце, как я уже говорила, мы можем проводить разбор над ошибками, групповую рефлексию, делиться опытом, какие-то решения обсуждать, что мы возьмем для себя для дальнейшей работы над спектаклем, что лично для себя, какие сделаем выводы о поведении своем, чужом, о нормах социальных, как им следует соответствовать, как преодолевать сложности, ну и так далее. Вот, хотел подвести итог. У нас на сегодняшний день было создано 7 спектаклей, и подростки в основном, если им давать свою инициативу, они чаще всего, к сожалению, говорят о буллинге. Вот, можно, наверное, поставить один из отрывков спектакля. Инициатива шла именно сама от участников проекта. Они создали спектакль «Пиши от сердца и души», потому что очень часто именно неуспешные подростки испытывают давление со стороны академически успешных и неуверенность в своих каких-то творческих началах, в своих выполнении домашнего задания. И об этом они нам сообщили. И главный герой вот спектакль, который взят, мы как раз сейчас и посмотрим, и стал жертвой такого давления, буллинга. И ему было, этому мальчику и девочке, которая писала сценарий непосредственно, она не приняла участие в спектакле, очень скромная была и боялась публичных выступлений. Этот ребенок написал такой сценарий, где как раз, куда и вынес все свои переживания по поводу своих именно творческих проб и непринятия этих проб сверстниками. Вот предлагаю посмотреть этот кусочек. Да, я вот пытаюсь. Татьяна Анатольевна, вы сами запустите? А, все. Ничего не видно, да? Это вообще-то моя фразочка. Ну же, он же друг. Стоит отправить на стрелую критику наше стихотворение. И у нас ничего не получится. У нас, да, у нас нет образа. А, вот. Можно еще раз, если можете, запустить или Анна Вадимова. Ну же, он же друг. Стоит отправить на стрелую критику наше стихотворение. И у нас ничего не получится. Нас унизит, и мы завянем к учению отчаяния. Вы думаете, у него есть время на какой-то стих? Стой на эти мысли, у нас все будет хорошо. Алло, привет. Привет. Как дела? Нормально. Я выложил стих в общую группу. Ты видела его? Да, конечно. Ну, как тебе, понравилось? Честно сказать, не очень. Жаль. Я вот даже сама не понимаю, как можно писать такую ерунду. Ну, это мой первый стих, и я еще недостаточно талантлив. Я считаю, что продолжать тебе не стоит. Пока. 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 Да как он посмел? Все хорошо. Теперь все увидят этот позор. Убожество. Редкостное убожество. И что? Мы с этим просто так смиримся? Если бы не этот карантин, я бы давно уже его, тебе этого паренька, трогать противно не будет. Тем более это опасно. Я плачу. Мы так старались, у нас ничего не получилось. Сторону грустной мысли. Да, вот хотел обратить внимание, что подростки сами придумали вести спектакль идеи таких одухотворенных эмоций, как груст, безразличие, презрение, радость, гнев, и сами написали им тексты. То есть недолго, а учитывая, что в контексте спектакля главный герой сидел на карантине в пандемии 2021 года, достаточно их размышления были актуальными и для самих их, и для публики смотрящих. А второй спектакль, который предлагаю посмотреть, кусочек, он как раз отражает участие более взрослых подростков и их подход к спектаклю. Наверное, таким вот центральным ярким эмоциональным моментом, как и для самих подростков, так и для зрителей, запоминающимся моментом, стал вальс, который сами же подростки и поставили, выбрали музыку, поставили хореографию. А вслед за вас, я покажу только небольшой кусочек, потому что полностью спектакль можно посмотреть в нашей группе ВКонтакте, а за вас следует текст, который, девочка, которая его читает, рассказывает о своей бабушке, она собирала информацию, такой вот из семейных архивов, звонила родственникам и представила историю своей бабушки в Великой Отечественной войне. Давайте посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В то страшное и трудное время моя прабабушка работала медсестрой. Однажды она ехала за мной к руссвикам, перевозила оружие на фронт. Была зима, холодная, суровая зима. Одежды было очень мало, теплой, тем более. Вдруг она почувствовала, что ее левая нога анимела. Силы запанчивались, глаза закрывались. Дальше еще как в тумане. Проснулась уже в больнице. В палату зашла медсестра и сказала, что нужно ампутировать левую ногу. Услышав это, у моей бабушки был у меня указок. Мысли сбивались. Ей было только 20 лет, и казалось, что вся жизнь еще в питье. Всю ночь она пыталась смириться с мыслью об удваленности. На следующее утро в палату зашла медсестра и сказала, что не волновалась, и не мазала вдохом масла. Прошло несколько часов, и вдруг моя прабабушка с левым почувствовала свою ногу. После выписки она продолжала лечить людей. Как я дать включить презентацию? Так, вы можете налево или направо. Татьяна Анатольевна, хотела... Что-то у меня висит. Хотела подчеркнуть, что в основном подростки очень благодарны именно за то, что принимаются их идеи и включаются в сценарий. Потому что обычно во время постановок обычных школьных спектаклей такой подход отметается, потому что он непредсказуем для педагогов, и порой их творчество подвергается большому сомнению и критике. Мы всегда корректируем и всегда включаем любые наши продукты. Либо в спектакль, если это сделать невозможно, то обычно мы включаем какие-то другие, устраиваем фестивали, выставки. Например, вот так вот снятая девочка, которая рассказывала историю своей бабушки. Изначально она снялась в видеоролике, который как бы стал одним из экспонатов музея школьного и вошел в копилку видеороликов и истории данного музея, посвященного тоже Великой Отечественной войне. Но изначально она категорически отказалась выступать на публике с текстом. Но когда было понятно, что видеоролики, стройные спектакль могут нарушить гармонию и эстетическое восприятие зрителям, все-таки пошла на шаг и выступила, я считаю, что очень достойно выступила с текстом сама, самостоятельно. И для многих это является вообще большим прорывом, преодолением себя. Например, девочка, которая у нас никак не могла запомнить текст, учила социальным педагогам всего лишь два четверостишья. По мнемотехникам они создавали визуальный ряд к стихотворению посредством поиска картинок в интернете и запоминали таким образом текста. Никто не заметил, что она как-то запинается, очень достойно рассказала, но для ребенка самого это был просто огромный прорыв, в том числе и академическим. И всегда у нас педагоги отмечают, что у них даже есть такой классический вопрос. А вы знаете, кто сейчас там был? А вы знаете, что они сейчас сделали? Мы-то не знаем, потому что детей мы же не учим каким-то другим предметом, не находимся в школе пять раз в неделю. И поэтому у нас нет никаких непредвзятых чувств к ребенку, ни наоборот каких-то лишних надежд. И огромным достоинством такой работы является то, что многие дети неожиданно получают возможность себя проявить и проявляют себя наилучшим, наиболее достойным образом. И меняют даже отношение к себе со стороны педагогов. И, как я сказала, что параллельно мы создаем какие-то новые продукты и пишем, и рисуем раскадровки. И была, например, в этом году создана специально для малышей экскурсия по школьному музею. И экскурсия рассказывала маленьким детям о подвиге фронтовых медсестер. Ну и так далее. То есть масштаб работы у нас большой. И считается, что вот такой вот цифровой сторитейлинг с опорой на мультимедиа инструменты, создание видеороликов или кратких мультфильмов, высказывающих какую-то краткую мысль. Зачастую для таких видеороликов мы используем яркие цитаты, которые сами дети выбирают из работ, например, Лихачева, письма о Добрым и Прекрасном, или выбирают цитаты Чехова, которые им больше всего нравятся. Вот эти вот видеоролики зачастую нанизывают все содержание на себя спектакля и являются такими акцентами смысловыми. Ну и они небольшие, всего по 20 секунд, но в момент подготовки решаются очень многие задачи, в том числе и нравственного выбора. Главных героев роликов и нравоучительная какая-то мораль. И между тем развиваются и навыки компьютерного мышления, и стори-тейлинга, и усвоения, переработки вот этого литературного материала. Потому что, прежде всего, конечно же, нужно написать синопсис или краткое содержание, выделяя основную мысль, которую стоит донести до зрителя, работая над таким цифровым мультфильмом. Зачастую увлекаются субкультурами, например, аниме, вставляют какие-то мемы. Но мы за это их не ругаем, а они нам за это очень благодарны. Именно за то, что принимаем их, допускаем до спектакля их маленький творческий мир. Ну а то, что они снимают всякие различные ролики ТикТок у нас на занятиях, это уже постоянная практика. Предлагаю посмотреть один мультфильм, который был создан после прочтения писем Лихачева, и говорит о том, что добро возвращается, и добром нужно делиться с окружающими. Ладно, не грусти, пойдем купим колу. В общем-то, зачастую в таких мультфильмах они как раз демонстрируют свои ценности. В данном случае они рассказали нам о том, что хотели бы делиться, даже вот такой совершенно случайной находкой, добиться справедливости. Один ребенок потерял, второй нашел 50 рублей, а можно просто пойти и выпить вдвоем колу. В общем-то, так вот они метафорически рассказывают, нам рассказали об идеях Дмитрия Сергеевича Лихачева. Вот такой интерпретации. Творческий процесс их особенно захватывает, и обычно мы занимаемся этой деятельностью на уроках рисования. Стоит отметить, что несмотря на очевидные терапевтические моменты, опять же я подтвержду, что мы не являемся подипломированными терапевтами, а уж тем более социальный педагог или педагог литературы, поэтому иногда можно из детей вытащить и травмирующие факты, травмирующие истории, и всегда нужно быть готовым как-то правильно среагировать на них. Потому что творческая деятельность иногда провоцирует на какие-то риски и нас, и детей. Вот, например, была такая история, когда мы рассказывали по кругу, дети сидели в кругу и рассказывали историю по кругу, придумывали они по предложению. В общем-то, сюжет у нас закончился достаточно печально, потому что мы даже не поняли сначала, что происходит, так как не знали класс. Вначале дети рассказывали, что вот был какой-то урок физкультуры, и вот придумывали бы предложение, что это было осенью, замечательная была обстановка, время, но вдруг пропали два мальчика. И оказалось, что в конце истории они сделали такой трагичный финаль для двух мальчиков, а эти два мальчика как раз оказались в конце круга, которые должны были завершать историю. В общем-то, всячески над ним поиздевались в процессе, а в результате и мальчики достаточно агрессивно им ответили. Поэтому такая деятельность достаточно опасная, и всегда нужно правильно среагировать на их творческие... Когда они творческим способом, посредством театра, пытаются выяснить отношения между собой. Наверное, мне уже стоит заканчивать. Хотела только остановиться на последнем случае. Это девочки, две девочки-сценаристы, которые очень хорошо, как казалось, воспринимаются классом, но всегда чувствовали себя изгоями. И на самом деле подростки даже не думали, что их одноклассники, что происходит какой-то конфликт в классе, девочки чувствуют себя некомфортно. Но одна из этих девочек нарисовала такой плакат «Мы против буллинга», чем сигнализировала педагогам, что у нее есть сложности. Но подростки на самом деле как-то с их точки зрения ее никак не трогали, не игнорировали, не задевали. Но именно театральный проект позволил этому ребенку сдружиться с остальными. И вторая девочка, которая пишала сценарий, также относится к зоне риска, потому что воспитывается только бабушкой. И, в общем-то, эти две девочки не только дружились между собой, наблюдая за остальными подростками, и написали нам сценарий, но также себя очень хорошо стали проявлять в коммуникации, что было большим сюрпризом для педагогов. Например, девочка, которая воспитывалась только одной бабушкой, она стала улыбаться. И вот даже был такой случай, что на претензии со стороны бабушки, что очень много пропущено геометрии ради какого-то проекта, вот социальный педагог возрастил, что ваш ребенок вообще стал проявлять эмоции, влился в коллектив, и у него вообще в школе появилась улыбка на лице, что мы считаем, конечно же, большим достижением и шагом. В общем-то, и не только формирование положительного климата в классе, но и для самого ребенка она стала чувствовать себя более уверенным. И интересно даже послушать ролик, как об этих двух девочках-сценаристках, которые испытывают на себе давление, ну как они нам потом объяснили, испытывают давление класса, отзываются их же коллеги, которые принимали участие в спектакле. Заня, 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 нашли с тобой сдружилась благодаря проекту. Да, потому что все равно, когда есть общее дело, есть о чем вместе поговорить на том же самом проекте, ну мы разговаривали все вместе, не в зависимости от того, кто в каком статусе в школе находится. То есть это все равно классный, бесценный опыт, и лучше общение просто с ребятами становится. Это все равно прикольно. Супер. А еще какие-то изменения, кроме того, что вы все сдружились, может еще кто-то стал более дисциплиной нервной, в чем-то еще это проявилось? Ну вот, например, уточнить про Вику и Анжелику. То есть в классе, вот, например, Анжелика, она довольно разговорчивая в классе, а вот Вика, она такая, ну, можно сказать, тихоня. То есть, как бы, ну ее никто, типа, не буллит, ничего просто. Она обычный человек, она, то есть, ну как, не обычный, а отличница. Она ученица, которая хорошо учится, просто для нее важна учеба. Ну, я считаю, это правильно. Ну, здесь на проекте она более как-то открылась, и, то есть, можно сказать, она стала правой рукой для нашего преподавателя, то есть Алексея Назарова. И когда были недочеты в репетициях, они это все записывали, и ты мог просто подойти и спросить, где, типа, ты ошибся, где есть разные сценки, которые ты не учел, и они могли тебе помочь. Ну, проект вот именно девочкам, я считаю, что помог. Ну, вот я с ними раньше, ну, как бы, особо не контактировала, а вот сейчас, когда мы вместе ходили на какие-то репетиции, и мне нужно было что-то узнать, девочки всегда открыто разговаривали со мной, и я не испытывала какого-то дискомфорта в общении с ними. Мы с ними были, ну, фактически на одном уровне, и мне было приятно с ними общаться. Ну, вот таким образом получилось так, что даже подростки, их сверстники, их одноклассники заметили положительную динамику. Но если говорить о педагогах, то в основном они возмущаются за то, что проект задрагивает очень много времени. Из последних, как бы, предложений, которые педагоги нам выдвинули, это растягивать проект на год и делать по одному уроку, на классном числу проводить такой проект. Большое спасибо за внимание. Я, наверное, передам дальше слово Ольге Витальевне для завершения, подведения итогов. Да, Татьяна Анатольевна, спасибо огромное. На самом деле, действительно, вот так, когда с вами фиксируем на свой опыт, это очень интересно. Дорогие гости, я вот, наверное, подведу итоги, скажу, что для нас вот за эти годы действительно этот проект стал чем-то таким очень эмоционально заряженным. Мы действительно в это очень вовлечены. Мы увидели действительно потенциал театральных технологий в работе с разными категориями подростков. И мы очень надеемся, что вот этот опыт будет полезен. Мы обязательно постараемся дописать наше методическое пособие. Также мы хотим разработать курсы повышения квалификации, которые можно будет тоже вот проходить тем, кто как-то заинтересован в применении этих практик в своей педагогической работе. И вот я хотела бы ответить на несколько вопросов, которые были в чате. Я сочетаю, можно, да? Да, конечно, конечно. Хотела бы поблагодарить, конечно, наших уважаемых спикеров, Ольгу Витальевну, Татьяну Анатольевну. У нас, к сожалению, времени не очень много, но вот есть еще вопросы в чате от Анны Зарецкой. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, как на практике решается ситуация, когда несколько детей претендует на одну и ту же роль в спектакле? И второй вопрос от нее же. Как и когда детей привлекали к репетициям, если деятельность разворачивается не в рамках доп. образования? Обычно дети спешат после уроков на кружки и секции. Мы столкнулись с такой проблемой при подготовке спектаклей в нашей школе. Благодарим за вопрос, уважаемые спикеры. Если можно, Анна Владимировна, вот я как раз хочу сказать несколько слов, что вот мы предприняли попытку в рамках проектов именно, что не выносить театральную деятельность вот за пределы программы, а мы пытались в каждой конкретной школе и в каждом конкретном классе договариваться с администрацией, с педагогами, чтобы театральные занятия встраивались вот в сетку уроков. И где-то нам вот, например, отдавали уроки рисования, там, да, еще какие-то уроки, уроки литературы. И мы старались договориться с педагогами, чтобы вот именно в канву спектакля встраивалось то, что они должны проходить в рамках программы. Например, там тот же «Ревизор» или тот же «Чехов». И вот этот опыт действительно был очень ценен в первую очередь для школы, потому что педагоги, которые изначально относились вот к этой практике как к нечто такому, да, вот развлекательному, несовместимому с серьезными занятиями, они действительно вот многие из них это пересмотрели, и потом стали говорить, а знаете, а народ-то стал Чехова читать, а народ-то вот Гоголем увлекся, да, то есть вот такие были неожиданные реакции. И вот здесь, может быть, сразу я вот коснусь вопроса, да, вот репетиции и спектакли, соответственно, они проходят всегда на территории школы, это всегда актовый зал, мы там никуда не выезжаем. И самое главное, что вот как мы подбираем репертуар, то есть в школах, которые шли с нами на сотрудничество, на контакт, мы старались отталкиваться от программы, да, то есть были определенные какие-то программные моменты, но при этом всегда постановка, вот начиная от замысла и до макияжа, всегда оформлялась и придумывалась подростками. То есть да, мы могли поставить что-то по Чехову или по какому-то другому автору, но мы никогда не приходили с готовыми сценариями. Мы говорили, вот нужно ознакомиться с такими-то, такими-то произведениями, почитать про этих авторов, но сами спектакли, как продукты, это всегда то, что делали подростки, да, это вот их творчество. И здесь вот я еще хотела показать, вот Татьяна Анатольевна показала вот этот замечательный фрагмент про спектакль, который был на тему карантина. Вот, может быть, вы обратили внимание, какие интересные костюмы. Вот это все эскизы, да, эскизы к эмоциям, которые рисовали дети, и потом сами же вот они потом подбирали эти костюмы, которые можно уже было потом увидеть на сцене в самом спектакле. И вот здесь, да, то есть вот в этой школе конкретно мы не были привязаны к какой-то программной теме, и дети сами предложили вот эту тему их переживаний карантина. Так что вот здесь репертуар тоже вот с самого начала исходил от детей. Татьяна Анатольевна, и может быть, вы тогда прокомментируете вот этот вопрос, как решается вопрос, если несколько человек претендует на одну и ту же роль? Ну, мы просто придумываем еще роли и вводим других персонажей. Это же мы же сами творцы, сами дети творцы. Они когда хотят участвовать в спектакле и видят, что роли условно все разобраны, а они сами себе придумывают роли и место находят в спектакле. Поэтому наш процесс очень живой. Иногда приходим к неожиданным решениям. Например, кто-то может играть в стол, за которым сидят коллеги и пьют чай. Лидеры, конечно, сталкиваются, это большая проблема, но просто для этого существует несколько эпизодов, в которые мы склеиваем какую-то идею. Например, в спектакле «Кто вы, господин Чехов» это была идея интервью, где разбирались в стиле ток-шоу, кто же у нас чехов. Я имею в виду помещик, писатель или медик, или хозяйственник крепкий, который содержал усадьбу. Они сами придумывали себе эти роли и подбирали тексты из его документальной переписки, изучали этот образ по документальным фильмам и сами себя вводили в спектакль. У нас так была введена образ гримерши. Когда готовили студию к ток-шоу, так у нас появилась и уборщица, и гримерша, и ещё кто-то. Сами все придумали слова. Я думаю, при такой работе это очень гибкий процесс, где можно как-то всё это двигать. Вопрос ещё такой. Как вы выбираете репертуар для школьного спектакля? Я вот ответила. Я как раз постаралась охватить вот эти вопросы, которые там были. Во-первых, я хотела бы добавить, что это школьная программа, потому что, например, тоже Горя Зощенко в этом году для седьмых классов тоже выбрана неспроста. В одном году у нас изучали Данка Горького. То есть это, конечно, мы опираемся на школьную программу, и ревизор также входит в школьную программу в восьмых классах, когда мы его ставили. Но в том числе их можно, все эти основные идеи соединить. Например, в этом году идеи рассказов были соединены экскурсией по художественной галереи. Все образы главных героев рассказов были представлены в виде портретов. У нас было три экскурсовода, которые водили экскурсию между этими портретами, а тем временем возникали какие-то сценки, инсценировки рассказов. Такие чудные иллюстрации. Вот обратная связь нам пишет в чат. Здорово, спасибо за ответ. Очень хочется, чтобы эта практика стала в будущем официальной. Находить время на репетиции среди уроков, правда, очень трудно. Говорю это как учитель-предметник, который готовился весь спектакль и пропустил очень много тем. Это, естественно, безусловно, большая проблема. Но как по опросу этого года, который только что мы совершили, педагоги предложили брать урок разговоры о важном, потому что, собственно говоря, вопросы буллинга, употребления психодробных каких-то веществ, вопросы некорректного поведения в стенах школы, он уже разбирается на этих уроках. И это можно сделать этюдным способом. Это сами педагоги предложили. Также классные часы. И педагог по литературе, вдохновившись нашим творчеством, уже сама поставила два спектакля. Вот фактически два дня назад по нашим стопам был поставлен праздник, посвященный Пушкину, где дети сами писали сценарий, работали с историческими документами, обучить о них не смогли за короткий период, но зачитали и сами поставили котельон и станцевали. Вот как раз два дня назад это случилось. Так что практика вполне перенимаема, если есть желание у школы. И они научились работать в таком ключе. Замечательно. Благодарим еще раз за такое прекрасное выступление. Ну, наверное, уже будем заканчивать, потому что, к сожалению, время наше подошло к концу. Пожелаем нашим спикерам и участникам успехов их деятельности и вдохновения. Вот. И хочется сказать, что видео данного вебинара появится на канале Сиджорнлс. И, пожалуйста, следите за нашими анонсами, за следующими встречами читательского клуба «Асавторское чтение». Спасибо большое, Анна Владимировна, Евгений Феликсович. Так, благодарят нас участники. И всем всего доброго. Тогда будем завершать вебинар. Благодарим за участие и до новых встреч. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо за возможность почистить.